Лучший подарок на День Святого Валентина всего за 250 рублей. Аметист. Куда платить за антенну? Уже второй месяц жители сел и поселков не могут оплатить платежки антенного хозяйства. Почтовые отделения отказываются принимать квитанции, а комиссия Сбербанка абонентскую плату просто удваивает. В причинах разбиралась Евгения Цветкова. Вера Понтяева в долгу оставаться не любит. По счетам всегда платит исправно. А тут вдруг стала должница поневоле. Квитанции за антенну есть, а оплатить их негде. Квитанцию за антенну нигде не могу заплатить. На почте не берут, а в Сбербанке 30% берут. Для пенсионеров это дорого. 30 рублей берут. Это очень дорого. В почтовых отделениях от антенных платежек отмахиваться устали. И на вечный вопрос, что делать, посылают клиентов в Сбербанк. Нет, не принимаем. Так как расторглись с нами договор. Антенные хозяйства. Поэтому мы не берем уже как с 1 января. А клиенты спрашивают, можно или нет. Мы, естественно, отказываем. Антенные хозяйства и почта не договорились по причинам государственным. В середине прошлого года был принят федеральный закон о госзакупках и услугах. Пока закон вступал в силу, время упустили. Усложнился порядок заключения договоров. Если рассматривать договор с почтовым отделением, то срок заключения этих договоров существенно увеличился. В связи с этим с 1 января прекратился прием населения оплаты за наши услуги. В настоящее время все процессуальные вопросы разрешены. Договор с почтой России практически подписан. Так что платежки за антенну начнут принимать уже со следующей недели во всех почтовых отделениях района без процентов. Евгения Цветкова, Наталья Красавина. Новости дня.